Итак, в прошлом видео мы познакомились с карандашом TM-HB. Как я говорил раньше, это основной инструмент, которым вы будете пользоваться в работе. В этом видео я расскажу вам о карандаше TM, о других видах карандашей и о том, какими эластиками вам лучше пользоваться во время курса по основам рисования. Итак, у вас есть карандаш, а ластик. Существует много разных ластиков, а не только розовая резинка на конце карандаша. Во-первых, есть ластик-клячка. Он похож на небольшой шарик. С его помощью можно мягко стирать следы от карандаша. Он полезен для того, чтобы удалить легкие графитовые следы на бумаге, которые образуются, когда карандаш касается бумаги краем стержня. В этом случае графит тонким слоем ложится на бумагу, а не врезается в нее. Чтобы удалить эти следы, нам и нужен ластик-клячка. Второй тип ластика, который нам понадобится, это виниловый ластик. Это более жесткий ластик, чем клячка. По сравнению с ним он снимает больше графита. Он поможет стереть даже самые темные отметины от карандаша. Однако виниловый ластик менее чувствителен. Если вы слишком сильно нажмете на карандаш во время рисования, то удалить отметину вам поможет, скорее всего, только виниловый ластик. Я обычно комбинирую мягкий ластик-клячку и жесткий виниловый ластик. Тут я использую ластик на конце карандаша. Оба ластика полезны. Со временем вы разберетесь, в каких случаях вам нужен мягкий, а в каких жесткий. Я уверен, что вы ожидали услышать, что мы будем работать с карандашом ТМ, но наверняка не ожидали, что нам понадобится и цветной карандаш. Но использовать цветные карандаши мы будем не для раскраски, а для создания набросков. Тому есть несколько причин. Во-первых, у обычного цветного карандаша намного больше воска в стержне, чем у обычного серого ТМ. То есть цветной карандаш мягче касается бумаги, особенно если он затуплен. При рисовании ваша рука ощущает меньше напряжения, а рисунки получается больше. Во-вторых, вы можете разделить этапы рисования при помощи цвета. Если использовать синий карандаш для создания наброска, а потом очертить более точные формы обычным карандашом и сделать копию при помощи ксероксе, то на получившейся копии вы не найдете следов голубого карандаша только следы серого ТМ. Я понимаю, что не у всех есть доступ к сероксу. Никто не держит копировальный аппарат у себя дома. Но в фотошопе вы можете использовать ту же технику, сделав голубой цвет наброска менее ярким и видимым. Итак, вы можете создавать плавные наброски цветным карандашом, а потом при помощи обычного ТМ отчертивать конечные формы объекта. Помните, мы занимались визуальным измерением и рисовали мобильные телефоны? Задание для вас то же самое, но в этот раз вам нужно сделать набросок голубым карандашом. Вообще, вы можете использовать любой цвет, просто я сам люблю голубой. Работая с цветным карандашом, вы можете также попрактиковаться и в работе с ластиком, перед тем, как начнете работу с карандашом ТМ. С помощью карандаша ТМ вы сможете отметить точную форму наброска, то есть сначала у вас будет общий эскиз, а затем точный рисунок. Итак, попробуйте попользоваться несколькими карандашами, поработайте с ластиком-клячкой. Желаю удачи!